Мы сегодня поговорим про создание посадочных страниц. Посадочная страница это страница на которую попадает пользователь по поисковому запросу и конечно же в этом видео мы постараемся объяснить какие требования к посадочным страницам, какие структурные элементы в них существуют, а также мы детально пройдемся что нужно сделать чтобы ваша посадочная страница давала большие конверсии. Меня зовут Николай Шмычков, вы на канале SEOquick и сейчас мы будем это все раз детально рассматривать. На самом деле посадочной страницы условно говоря называют страницу на которую вы готовы потянуть трафик, настроить рекламу, сделать email рассылку, продвинуть ее в поиске, любые варианты чтобы на нее приходил новый трафик. Именно с этой целью посадочной страницам уделяется детально много времени. Посадочные страницы именно так и называют landing page, потому что на нее попадают пользователи. Так уж сложилось что лендингами у нас называют одностраничные сайты, но на самом деле это не так. Landing page это именно посадочные страницы и сейчас мы посмотрим примеры нескольких посадочных страниц и постараемся кое-что у них найти общее. На примере мы сейчас смотрим на посадочную страницу с сайта Apple и мы видим как она реализована. Вторую посадочную страничку мы рассмотрим конечно же это продажи металлопластикового окна под заказ, то есть где нет конкретного товара. Ну и третья посадочная страница это где вы можете скачать Viber, пожалуйста вот страничка для скачивания Viber. И вы же скажете, а что в них общего? Почему мы про них сегодня говорим? На самом деле это и есть ключевая тема, что в них общего? И в первую очередь мы постараемся разобраться в структурных элементах посадочной страницы. Первое что вы должны знать, любая посадочная страница имеет некие универсальные элементы. Например, вы можете увидеть сейчас вот на этом экранчике есть элементы, которые есть всегда на любой посадочной странице, независимо от того где вы ее увидите. Расположение элементов может меняться, но в целом некоторые элементы могут постоянно как-то фигурировать. И конечно же первое что мы видим на всех посадочных страницах есть шапка сайта. Шапка сайта отвечает за идентификацию и многие ошибочно делают сайты, забывая сделать там шапку. В шапке сайта обычно реализованы все элементы касательно навигации, идентификации, логотип, тот же слоган, что это за фирма, контакты, быстрые способы связаться. Все быстрые элементы находятся в шапке. Другие элементы, это собственно элементы первого экрана и элемент первого экрана чаще всего содержит на себе призыв и некое изображение, которое идентифицирует эту страничку. Но это не так, не всегда только изображение, еще может быть и просто текст на определенном фоне и обычно какой-то элемент с которым можно повзаимодействовать, некая кнопка. Так условно названа эта кнопка, поэтому вы можете обратить внимание, что она такая существует. Потом идут элементы, которые на самом деле мы рассмотрим чуть позже, потому что они могут отличаться и они могут отличаться в зависимости от того, какой у нас сайт. И вы можете посмотреть сейчас, что разные сайты имеют разные элементы, но как вы видите лого, призыв к действию, кнопка находится примерно на своем месте. Потом могут находиться так называемые триггеры доверия, здесь эти элементы могут меняться, схемы работы эти элементы могут меняться и дополнительные дублирующие кнопки заказа, добивающие преимущества и идентификация в виде карт. Это то, что мы можем увидеть, как некая выжимка структуры посадочной страницы. Вы спросите, Николай, а где же SEO текст? А SEO текста как такового нет, потому что он, если расположен, он разбросан по всему контенту. Он разбросан здесь, 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 он может фигурировать здесь, он может быть расположен в небольшом блоке и все блоки содержат в себе минимум простыни и минимум текста. Ключевая особенность посадочной страницы, она создаваясь для SEO, при этом создается в 100% в первую очередь для пользователей. Согласно рекомендации гугла, посадочная страница должна быть качественной, и в первую очередь на качество страницы влияет не только нахождение определенного количества слов, как некоторые считают, но, конечно же, и их расположение. И Google прямым текстом нам сообщает, что простой чек-лист для качественной странички, эта информация должна быть простой, понятной и полезной. Скорость загрузки страниц должна быть не более двух секунд и возможность сайта должна работать с мобильной версией. То есть сайт должен быть прекрасно рабочим, как в десктопе, так и в мобилке, но мобилке отдается в большинстве случаев приоритет. И сейчас мы это покажем и расскажем по этой структуре, что мы смотрели на реальных примерах. В первую очередь мы попробуем посмотреть сайт, который продавал окна. И обратите внимание, его посадочная страница в шапке содержит очень важные элементы. Логотип для идентификации, телефон горячей линии, потому что, как я понимаю, адресов много, либо адрес без физического магазина, но есть горячая линия. Есть возможность оставить заявку, вы можете выбрать, что конкретно вы хотите сделать. Написать шефу, заказать дверь или заказать окно. И действительно это очень забавно, потому что форма отправления заявки реализована сразу так, чтобы человек сразу мог выбрать, что ему нужно. Вписать там какие-то свои габариты и сразу отправить заказы. И это действительно очень классно сделано на этапе даже просто оставления заявки. Минус, конечно, заключает в том, что огромное количество элементов, иногда я не знаю, что сделать, как пропустить и отправить заявку. Вот. И это вот до этого момента фактически это сделано не есть удобно. Но если бы сразу было оформление заказа, где как-то человек мог прописать, что ему нужно отправить, это было бы быстрее. Минусом этой корзины является именно вот то, что она такая длинная и долгая. Человек, когда хочет что-то заказать, он хочет отправить данные. Вот так. Поэтому оптимальный вариант, как мы видим, эта кнопочка, она нужна для сложных клиентов, в то время как эта кнопка, которая помещается на первом экране, нужна для тех, кто не хочет заморачиваться. Именно здесь они могут сразу заключить сделку, просто получив номер телефона. Аналогично на этой страничке есть данные, которые вы можете нажать, просто написать нам и тут сразу связаться с администратором и получить свой ответ. Как мы видим, все правила точно так же. Единственный момент, что кнопочка находится не справа, а слева. Мы видим точно также картинка, заголовок и УТП. УТП, собственно, чем они хвастаются непосредственно. Как видите, самих ключевых слов здесь только вот разве что вот здесь. Это единственные ключевые слова, потому что у посадочной страницы всегда важно, чтобы был грамотно прописан заголовок. И удивительно, что прописывают даже кейворды. Ну, действительно интересно, что кейворды тоже прописывают, но мы знаем, что кейворды не имеют факторов ранжирования, но они постарались и прописали. Может быть, мы ждем возврата факторов ранжирования кейворда. Интересно, напишите в комментариях об этом. Вернутся ли кейворды когда-нибудь в будущем. Ну, конечно же, мы видим отличная структура, даже учитывая, что это посадочная страница. Минусом является то, что заголовок h1 желательно, чтобы был один. Это, конечно же, оптимальный вариант. Если вам что-то надо выделить таким же шрифтом, используйте просто там css-ку, но точно не используйте разбивку по заголовку, там где-то не нужно. Вот. И давайте сравним с нашей схемой, которую мы смотрели. Вот мы видим картинка, кнопка заказа, логотип, вроде бы все повторяется. Затем едем дальше. У нас идет есть блок УТП. Блок УТП. Вот, условно говоря, вот он у нас идет здесь. Вот непосредственно триггер доверия. Пожалуйста, четыре элемента. Здесь мы видим четыре элемента. Но, правда, это четыре элемента на то, что они делают другие виды товаров. То есть, не только окна, но еще много чего другого. То есть, окна разных видов. Вот следующий триггер доверия, который сразу виден. И тут можно заказать тот же самый идеальный просчет, кнопочка, которая повторяется. Собственно, еще один триггер доверия, который вложен сразу. И никакого SEO текста между ними. Чтобы пользователь, сразу листая, обратил внимание именно на это. Используя правила от трех до четырех элементов. Пять элементов не используйте. Шесть. Очень относительно используйте. Идеальное правило для вот этой штуки. Три-четыре элемента для посадочной страницы. Затем всегда нужно, если вы что-то продаете, всегда нужно похвастаться ценой. Да, я знаю, что в некоторых нишах, например, цены невозможно показывать. Но если у вас есть возможность показать просчет, допустим, для B2C покупателя, либо сделать калькулятор какой-то, покажите некую вилку цен. Вилка цен продает лучше, чем план без цен. Это мы знаем даже, собственно, сами в своей компании. У нас нет стабильных цен, но если мы показываем диапазон и цен клиенту, клиент понимает, что ему лучше выбрать. Аналогично всегда есть возможность составить заявку более сложным способом дополнительно. Этот элемент может присутствовать, может отсутствовать. Но, конечно же, что нас интересует, это блоки преимуществ и блоки карты. И давайте посмотрим. Блоки преимуществ. Вот у нас есть этапы работы. Это реализованные этапы, то есть, что очень удобно. Можно посмотреть этапы. Блоки еще преимуществ. Куда они ставили? Это некое портфолио. Есть блок с отзывами. Это тоже очень важный триггер доверия. И карты. Собственно, практически все элементы есть. Вот здесь, собственно, еще дополнительные триггеры доверия, на которые можно попасть на конкретные статьи, которые даже расписаны. Единственный момент, что если у вас что-то кликабельное, делайте так, чтобы это было понятно. Вот как здесь, например, при наведении находится нижний подчеркнем. Ну а заглавьте, например, важные и полезные материалы, как угодно, чтобы пользователь понимал. Такие тексты лучше не пишите. Вот этот пример, когда это лучше не нужно писать. Они на ранжирование колоссально не влияют и являются бессмысленными. Постарайтесь тексты расположить так, чтобы они ранжировались иначе по-другому, по другой схеме. В этом плане я бы посоветовал обязательно акцентировать внимание именно на то, как делаются хорошие страницы без лишних элементов, потому что в таком виде вам лучше этого не делать. Грубой ошибкой является наличие звезд на страничках услуг. Я понимаю, что многие хотят, но странички звезд используются для товаров, где люди оценивают товары в виде отзывов. Отзыв на этой странице, если нельзя оставить, то вы ставите микроразметку отзывы. Это фактически может являться нарушением использования неправильной микроразметки. Этот момент вы должны знать по структуре. Посмотрим следующий сайт из нашего примера. Это Viber. Viber – программа, которую мы просто заходим и скачиваем. Мы должны потратить минимум времени для того, чтобы скачать программу. И мы видим, что сейчас программа скачивается сразу в двух версиях – на Windows и на Mac. И если у вас есть телефон, вот еще есть три версии для телефона. И непосредственно все. Ничего больше не нужно. Просто покажите, как выглядит скриншот программы и здесь, и здесь. И больше не надо изобретать велосипед. Если же у вас есть старые версии программы, вот видите, как они здесь расположены. На них всегда можно перейти и скачать свою версию. Больше ничего нет. И это пример простой посадочной страницы. Если у вас требуется делать более сложно, вы помните, что все сложные элементы лучше выложить на главную страницу приложения. Например, как вот выглядит изначально главная страница Viber, которая рассказывает все. Но скачать Viber вы не поставите сюда все кнопки сразу. У вас много вариантов скачивания программы. Поэтому для скачивания лучше создавать отдельную страницу и ставьте ее так. Это пример простой другой посадочной страницы. Как вы видите, страница классическая все равно выполнена по тем требованиям, которые мы показывали. Кнопочка скачать Viber, UTP, картинка, триггеры доверия, расписывание других функций, которые находятся на другой странице, чтобы не нагружать главную. Не пытайтесь все запихнуть. Если у вас есть другие свойства, выложите их на отдельную страницу. Да, у нее не будет ключей, но на ней будет находиться тот контент, который не будет отвлекать. Точно также, если у вас про что-то есть дополнительно написанный материал, например, как и про сообщество, пожалуйста, выложите на отдельную страницу. Не надо нагружать. Как вы видите, у посадочных страниц есть одна особенность. В них есть все только для того, чтобы продать. Нужные ключевые слова содержатся там, где они прописаны, непосредственно в заголовках и в описании. Как вы видите, Viber даже не заморачивался с главной, у него вообще метаданные не прописаны. Ну, потому что им и не нужно. Вот. Но, как мы видим, вот если мы посмотрим на этот сайт, у него все по SEO-шке реализовано как надо. И окна перечислены, и тайтлы, то есть вообще запихнуто куча ключевых слов и действительно он занимает первое место. Да, SEO-шные трюки никуда не делись. Едем дальше. Смотрим последнюю посадочную страницу. Это, конечно же, Apple. И здесь мы попадаем на страничку, в которой встроенная внутренняя навигация. Фактически это серия посадочных страниц. При клике на один из товаров мы видим, что он будет сейчас меняться. И мы сейчас выберем конкретный цвет и перейдем. И вот мы попали на фиолетовый iPhone с 6-дюймовый, 12-го поколения, с 64 гигабайтами. Если я поменяю, URL поменяется, но для пользователя ему кажется, что он находится на одной странице. Я специально привел этот пример, потому что на самом деле это разные страницы. И если вы посмотрите, вбив это индекс гугла, вы увидите, что таких iPhone 62. Да, таких iPhone реально 62. И у них у всех прописана микроразметка, как вы видите, все как положено, хлебные крошки. То есть, 31 страница разных комбинаций этих iPhone. Итого, как выглядит посадочная страница классической карточки товаров? Конечно же, выбор конфигурации, кнопочка добавления в корзину, информация об отправке, информация о дате доставки, когда вы можете посмотреть о дату доставки в зависимости от своего региона. Это тоже яркий пример, как это можно сделать. И если же мы попробуем посмотреть примеры посадочных страниц классических интернет-магазинов. Да, это обычные карточки товаров. Мы сейчас зайдем в один из магазинов и откроем его. Вот, я хотел бы зайти в магазин розетки. Довольно крупный интернет-магазин, который на самом деле имеет отличные карточки товаров. И обратите внимание, посадочная страница iPhone 12 это не конкретный товар. Это страничка с несколькими товарами. И как вы видите, она сделана в виде обычной страницы. Тут есть тоже скрытое описание, которое написано. То есть, мы видим, что скрытое описание пока еще имеют место. Но на самом деле Google говорит, что он их учитывать уранжирование будет все хуже и хуже. Потому что, в принципе, если там нет полезных ключевых слов, он считать бы этот контент бессмысленным, особенно скрытым. Вот, здесь есть все, что нужно для пользователя. Он заходит, выбирает нужную конфигурацию и уже проваливается на посадочную страницу непосредственно покупки, где у него есть вся информация для покупки. И вы заметьте, логика та же сохраняется. Шапка, идентификация, картинка и кнопки, которые находятся с одной из сторон. И все помещается в первый экран. Особенности посадочных страниц, в них не нужно скроллить. Это то, что вы должны знать. Информация изложена просто, понятно и полезно. Следующий важный фактор ранжирования посадочной страницы, это ее скорость. И помните, что скорость сайта можно проверить самым простым способом. Это вставить ее в Google PageSpeed. И мы, собственно, вставили в Google PageSpeed первую страничку, которую мы смотрели. Это сайт Apple. И увидели, что по десктопу она не очень имеет высокую скорость. Но, конечно же, мы попробовали вставить ее в другую версию, которая является более простой. И посмотреть также, продублировать эту информацию. Также мы посмотрели ту самую страничку с окнами. И в силу определенного загрузки большого количества контента, который у меня есть, она имеет тоже показатели в желтой зоне. Третья страничка, которую мы решили посмотреть, это розетка, которую можно глянуть точно также через PageSpeed. И что мы заметили? В мобилке, например, вы видите, у Apple показатели очень плохие. И действительно, это так. То есть они не заморачивались на улучшении скорости своей страницы. Почему? Потому что крупные сайты не всегда являются ориентиром. Более мелкий сайт имеет еще хуже показатели, то что занимался окнами, по причине просто потому, что он недоработан. Но розетка, которая не является дилером, не является продавцом, имеет на мобилке следующие показатели. Так, пока PageSpeed грузится, хочу сделать анонс. Помните, что все сайты вы можете проверить через нашу утилиту аудит сайта. Скоро будет у нее клевый редизайн, она будет уметь делать гораздо больше. Но PageSpeed вы всегда сможете проверить здесь, просто вставив все ссылочки и посмотрев показатели PageSpeed. Для этого нужно будет выбрать все галочки и снять эти метрики. Ну, например, вот мы сейчас вот это и снимем. Вы выбираете нужные странички, нажимаете PageSpeed. Оно снимет определенное количество баллов с вашего аккаунта, которые вы можете всегда посмотреть. Они отписаны у вас здесь в лимитах. Вот. И после того, как результат проверки пройдет по PageSpeed, вы увидите данные. Вот как вот здесь вот мы видим у отдельных страниц разные показатели мобайла и десктопа. Причина заключается в том, что запрос делается вне зависимости от того, какой у вас интернет, делается непосредственно синтетический тест довольно с быстрого сервера и показывает более реальную картинку. Вот. Итого PageSpeed розетки, как вы видите, у меня оказался еще хуже. Почему сильных магазинов плохая скорость загрузки? На самом деле здесь у вас есть две проблемы. Первая проблема это в том, что ваша страница должна содержать все необходимые элементы. Вторая проблема, убирая эти элементы вы можете потерять в продажах. Поэтому наличие отдельных криптов и отдельных элементов вынужденная мера большинства магазинов для того, чтобы сохранять конверсии. Да, потому что именно если мы ловим трафик не только SEO-шки, а другими способами, наличие сайта в какой-то зоне, там красной-желтой зоне, может являться не таким критичным. И поэтому здесь мы можем сказать, что не все сайты выводят себя в зеленую зону. Но при этом вы можете найти сайты, у которых зеленая зона. Это норма. Яркий пример. Мы сейчас зайдем, попробуем на страничку скачать Viber и посмотрим ее реальную скорость. А реальная скорость странички скачать Viber будет у нас следующей. И удивительно, у скачать Viber скорость оказалась примерно в тех же цифрах. Никто не заморачивался для того, чтобы улучшать ее. Что мы можем вам посоветовать? Если вы конкурируете с крупными сайтами, скорость сайта посадочных страниц является вторым фактором, но на первом месте является понятность, потому что ваша цель продажи. Вы должны продавать. Да, если страничка будет грузиться долго, это плохо, но в первую очередь ваша страничка должна уметь продавать и должна это делать так, чтобы пользователь это не раздражало. В целом, скорость загрузки сайта, как вы видите, ну не такая критичная. Он прогружается довольно быстро, за 2 секунды. Ну и это можно легко заметить, просто обновив даже, вы видите, что он прогружается довольно шустро, но только заподгружаются долго отдельные картинки на нем. Но если вам выбирать пикселизированная картинка и потерянные продажи на высокая скорость или высококачественная картинка, которая продает, но скорость ниже, я бы сосредоточился, конечно же, на продажах. И финальный критерий проверки качества посадочной страницы, это наличие мобильной версии. Проверить мобильную версию своего сайта может каждый. Это сделать можно двумя способами, ну даже тремя способами. Первый способ это открыть страничку на мобилке. Да, взять просто кинуть ее на телефон и посмотреть, удобно ли ней пользоваться, быстро ли она грузится, все ли кнопочки есть, заполняются ли все поля. Поэтому полевой тест на мобилке любого сайта это норма. Прогнать его, походить, пооткрывать это не проблема и SEOшники это делают регулярно. Второй момент это же, собственно, просмотреть это на компьютере. Если вы находите за компьютером и хотите проверить мобильную версию, волшебная комбинация Shift-Ctrl-C в браузере открывает консоль. Ну или же вы можете просто нажать правую кнопку мыши и нажать, собственно, просмотреть код. Эффект тот же самый. И здесь вы видите, загрузилось оно как-то, вроде бы, как мобильное. Но это не мобильное. Для этого надо нажать комбинацию Shift-Ctrl-R. Это обновить страницу и она откроется уже в мобильной версии после этого. Вы можете выбрать конкретно какое устройство вам нужно, нажав в Chrome, ну, соответствующую кнопочку. Это работает в Chrome и в браузере Edge. Другие браузеры не тестировал, не пользуюсь, поэтому могу посоветовать, что Chrome в этом плане очень хорош. Здесь же вы можете посмотреть, как она выглядит, как выглядят отдельные элементы. Видите, как работает эта самая верстка. Видите, как работают поля, где надо разворачивать менюшки. Действительно, все реализовано хорошо и качественно. Поэтому скорость может иметь меньшее значение, чем качественная мобильная версия. Поэтому качественная мобильная версия это приоритет, который даже выше будет, чем скорость. Возьмем другой сайт и посмотрим его мобильную версию. И мы увидим, что из красивой мобильной версии сайт стал никаким. Он стал неудобным, с мелким шрифтом, некрасивой хлебной крошкой, которая здесь ни к силу, ни к городу. Сравните буквально у Apple, как это даже было реализовано у него. Как грамотно все сделано здесь в дизайне и какая плохая мобильная версия здесь. Причина простая. Люди, когда заказывают десктопную версию, не заказывают дизайн мобильный. И поэтому происходят вот такие косяки. Наползание текста на элементы и тому подобные вещи. Также, что происходит с формой. Обратите внимание, нажатие кнопки консультация специалиста ничего не дает. Вместо этого она предлагает оставить заявку дополнительным полем. Причина простая. Не тестировали мобильную версию. Поэтому мобильную версию нужно всегда прогонять на нажатие на каждый элемент. Третий момент это кривизна верстки. Bootstrap настроить мелочь. Главное настроить еще правильную ориентацию элементов. И, как вы видим, некрасиво прижатые элементы, некрасивые вот такие вот блоки, которые просто вот куда-то пропали. То есть даже это я помню, что там было еще больше элементов. Ну и, конечно же, пунктом становится таблица, которая просто превращается. Ну таблица еще имеет нормальную верстку, но изображение, которое кадрируется и никуда не помещается. Яркий пример, как делать посадочные страницы не нужно. Соответственно, следующие элементы вы видите, как кернинг, это или не знаю, отступ между абзацами ужасно выглядит на этом элементе. Причина. Не тестировали, а что будет, если строчки съедут. Ну и, конечно же, вы видите тоже пример, как выглядит картинка, которая не поместилась в мобильную версию, которая вообще, возможно, здесь и не нужна. От нее можно было бы избавиться. Ну и, конечно же, вы видите вот этот простыня текста, которая здесь находится, которая спрятана и выглядит просто, как обычная простыня. И пример, вот и как хорошо начиналась страница, и как она ужасно закончилась. Вот пример, как не нужно делать посадочные страницы. Да, она выглядит хорошо, но вы понимаете, что ее делал какой-то сеошник, который написал мелким шрифтом, сделал менюшку гамбургер, и в этом менюшке гамбургера, как говорится, поставил все, все, как оно должно быть. И при переходе на любую страницу другую, вы можете увидеть, как выглядит верстка других страниц, что она выглядит ужасно. Ключевой фактор мобильная версия. Ну и, конечно же, напоследок мы оставим наш вайбер, на который мы смотрели. Давайте посмотрим, как качается вайбер с телефона. И, конечно же, что он предлагает? Он предлагает вайбер для смартфона. Конечно же, это правильно, потому что и вайбер для компьютера тоже можно сделать. Но, правда, если я открываю этот сайт со смартфона, я бы хотел видеть, чтобы оно мне предлагало конкретно то устройство, которое я смотрю. Ну, и он это делает. Он предлагает скачать с App Store. Но, удивление, это довольно просто. Этот блок, может быть, даже был бы и не нужен. Но, если мы поменяем на Google Pixel и обновим страничку, он должен предложить нам Android и другой тут сервис в магазинах. Заметьте, App Store он не предложил. Это, действительно, удачная адаптация контента в зависимости от устройства. И такие трюки реально делают те, кто разбирается, для чего им нужна мобильная версия. Мобильная версия нужна для того, чтобы пользователь скачал приложение и скачал приложение на свой телефон, не открывая то, что ему бесполезно, то есть, что ему не нужно. И вот так нужно делать хорошо посадочные версии для скачивания приложений. Ну, и, конечно же, мы можем посмотреть сайт, у которого, на самом деле, мобильная версия существует, но у него еще существует свое мобильное приложение. И вы видите, как реализована непосредственно карточка товара у интернет-магазина. У него для удобства реализован поиск, в котором вы можете попытаться что-то найти. И он будет предлагать вам подсказки, потому что на телефоне пользователи не любят писать гигантские тексты. Он вбил слово, и он должен ему предложить, и он может кликнуть конкретно, куда ему надо попасть. И он откроет следующую страницу и попадет на нее. Но пока мы вернемся обратно на нашу страничку. Ну и откроем эту же страничку тоже в мобилке. Второй момент, что мы видим, это то, что используется грамотное затенение для больших элементов. В той таблице не было затенения и было непонятно, что ее можно листать. Здесь же используется затенение для того, что не помещается в большую ширину. И это тоже правильно. Вот. Точно также описание небольшое, чтобы не превращать текст непонятно что, поэтому очень важно уделять описаниям важные абзацы. Точно также все кнопочки выделены очень крупно, чтобы вы по ним попросту не промахнулись. Все элементы, триггеры доверия, возможности заказа с какими-то условиями, это все прекрасно сделано. Текст читается легко и без каких-либо заморочек. И обратите внимание, вот описание самого телефона можно почитать, оно реально здесь написано, читать полностью здесь написано непосредственно описание самого телефона. Никакой воды, никакого сегошного текста, просто взято описание гаджета. Это же касается и характеристик, официальной гарантии, то есть здесь все, все расписано. Вот есть кнопочка для детальных характеристик и возможность написать отзыв, что тоже важно. Для написания отзыв человек регистрируется и пишет свой отзыв. Блок под покупки тоже реализован прекрасно и легко открывается. Список товаров, вот в частности, которые мы попали, также реализован удобно и на мобилке не вызывает каких-либо нареканий. Если мне надо подгрузить еще товары, здесь грамотно сделано то, что оно делается по клику, а не подгружать самостоятельно. Вдруг у меня с трафиком проблемы, мне нужно посмотреть какое-то количество товаров, то есть у меня медленно все грузится. Я лучше лишний раз нажму и посмотрю, что мне интересует. Это тоже вот напоследок пример, как надо делать хорошие мобильные версии. Но вы можете сказать, что посадочная страница это дорого, дорого, долго, сложно. Нужно дизайнера брать, нужно там возиться с программистом, ставить все элементы, продумывать. Но на самом деле это не стоит каких-то больших денег, каких-то космических денег. В среднем на рынке сделать макет с одной страницы не стоит как-то дорого. Сложнее продумать маркетинговую логику, сложнее продумать как это удобнее изложить. И я сейчас показываю пример посадочной страницы клиента, у которого небольшие бюджеты, но он прекрасно переделал свой сайт, у которого был ужасный дизайн и сделал хорошую посадочную страничку, которая очень простая. И самое главное, она простая на мобилке, она очень удобна на мобилке, где можно сразу позвонить, понять, что чем они занимаются, что они делают и конкретно как работать с ними. То есть вы можете увидеть, что страничка грузится быстро. Да, есть отдельные элементы, здесь не загружается Яндекс карта, потому что VPN, но все же вы видите, что страничка выглядит все равно симпатично. То есть на ней можно заказать, вот сразу можно нажать позвонить и сразу человек звонит или записаться, и ему сразу заказ идет у этого шиномонтажа. И все реализовано, удобно подставляется все поля. Ничего другого лишнего не сделал, даже продублирована кнопочка позвонить. Почему? Потому что это ниша такая, в которой нужно сразу реагировать. Нужно сразу отправлять заказ. То есть если человек застрял, у него пробило по колесо, он вбил мобильный шиномонтаж, он должен сразу нажать позвонить. И он не должен выискивать среди вашего безумного SEO текста, чем вы занимаетесь. Ключевые оценки, ключевое УТП должно быть прописано. Как вы видите, вот если что происходит, если пятое УТП, оно лишнее, получается нету ничего, что рядышком поставить. То, чего точно не хватает, что не нужно делать. Табличка с ценами. Обязательно цены работают, цены реально помогают посадочным страницам быстрее конвертироваться. Точно так же есть отдельная страничка на калькулятор цен, чтобы он не... кто-то экономит, пожалуйста, пускай сидит, изучает там калькулятор цен, как работает. И он его перекидывает на страничку с ценами. Итого, если мы прорезюмируем, я рекомендую в первую очередь вам продумывать мобильную версию и логику повествования. Простые посадочные странички делать несложно. Просто сделайте дизайн, потратьтесь на дизайнера, сделайте хорошую посадочную страницу. Посмотрите конкурентов, изучите вот этот чек-лист, который я вам показал по общей структуре. А общая структура, напоминаю, в целом она имеет одну и ту же логику. А логика-то очень простая. Шапка с индификатором, блок для быстрого заказа, все остальные триггеры, которые должны напомнить, почему нужно заказать, они так называемые триггеры доверия, триггеры этапов, вот этот весь блок. Где-то вставлены и текстовые элементы, и добивающая кнопка для дополнительного заказа, которая может встречаться дважды и трижды. Вот секрет хороших посадочных страниц. А уж точно не простыня текста, которая спрятана там в специальном фолдере, который возможно даже поисковик уже и не учитывает. Потому что текст видимой области оцениваться гораздо выше. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. С удовольствием буду их с вами обсуждать. Если же вас интересует заказ дизайна посадочных страниц для вашего сайта, конечно же в этом плане мы можем вам помочь. И действительно по переработке посадочных страниц разных сайтов, это действительно сказалось на результате. Многие странички после переработки дизайна начали ранжироваться лучше. Наш сайт SeoQuick действительно хорошо конвертит. Я сейчас даже покажу какая страница. У нас она прекрасно конвертит и дает заказы. И если бы мы бы не делали ее редизайн, мы бы ее так бы и не увидели. То есть на страничке услуг у нас собственно сама услуга Seo-продвижения, на которой собственно расписано все Seo-продвижение по этапам с вопросами. И конечно же здесь все что нужно расписано до мелочей и пользователь может узнать, что входит в нашу работу, как мы это делаем. А для других триггеров доверия есть собственно кейсы, которые у нас прописаны. И соответственно наши контакты, на которых можно с нами связаться. Как вы видите посадочные страницы можно делать. Для этого нужен просто дизайнер, нужно иметь маркетинговые определенные знания по вашему бизнесу. И конечно же правильное техническое задание с написанными текстовыми блоками. Все остальное уже делает дизайнер, размещая текстовые блоки, изучая конкурентов, как это реализовано. И дальше вы внедряете это на своем сайте и повышаете продажи. Помните, что легче удвоить конверсии, чем удвоить трафик. Всем спасибо и не забывайте подписываться. Пока-пока.